Приветствую вас, мои дорогие любители Азии и приключений на пятую точку. Я точно знаю, что среди вас есть не только любители Азии, но и некоторых финдомов, таких как Star Wars, Back to the Future, Jurassic Park, Индиана Джонс, Толкин, и, конечно же, Гарри Поттера. Как же без Гарри Поттера? Да, сегодня я вам расскажу о том, как я посетила Universal Studio в Японии. Да, мне как бы ближе до Японии. Многим, наверное, будет ближе в Европу или там в Америке, но мне, как живущему в Корее, человеку ближе было до Японии. А именно в Японии она находится в Осаке. Это магическое место. Это офигенный Диснейленд для более или менее взрослого человека. И неважно, что в летний период времени там будут больше, наверное, удар делать на детские павильоны. И некоторые, к сожалению, временно исчезнут. Я шла в Universal Studios за несколькими финдомами. Это «Назад в будущее», это «Эй-Ти» и, конечно же, «Гарри Поттер». Морально, физически нужно быть готовым к такому путешествию. Даже при условии того, что я, человек из Москвы, который ходил, блуждал и терял вообще путь к выходу в ботаническом саду, который, ну, офигенно, большой. Universal Studios по сравнению с этим ботаническим садом не такая уж и большая зона. Ну и там заблудиться можно как нефиг делать. Но начнем с того, что, входя туда, можно забыть обо всем. Даже о времени. Вы просто потеряетесь. Это будет просто невероятно. Там будет дофига детей, детей в колясках, взрослых здесь с детьми и с детьми в колясках. В общем, короче, офигеть не встать. И не важно, что на самом деле тот самый человек, который взрослый, толкает эту замечательную коляску с ребенком, тоже ребенок, потому что вы превратитесь в него, только переступив в замечательные турникеты. Вы погружаетесь в это. Вначале кажется, что «Да чего такого людей много? Ничего вообще такого нету? А чего тут так много людей? Это тут ничего интересного? Ну, фэндом, ну, типа из фильма, ну, типа там из какого-то тиви-шоу? Фигня, фигня. Мало того, что у вас есть зоны, такие как спайдермен, миньоны, монстры на каникулах, челюсти, парк юрского периода, терминатор. К сожалению, я не нашла «Назад в будущее» и не нашла «Эй-Ти», хотя очень хотела. Именно там, когда вы садитесь на замечательные американские горки, если их можно так назвать, в конце сам «Эй-Ти» с тобой попрощается на языке твоей страны, сказав твое имя. Но, к сожалению, мы не нашли толпа нереальная. Пусть там и на каждые фактически 100-200 метров есть работник университет, который, если что, вам обязательно даст и карту, чтобы вы ориентировались. Так, и вот это вот всё, что творится вокруг тебя, вскружит тебе голову, как маленькому ребёнку в офигенном кондитерском магазине, когда ты не знаешь, что тебе хочется. Понятное дело, что я шла целенаправленно, я точно хочу именно туда. И я шла в самый большой павильон, а я точно могу сказать, что это самый большой павильон из всей зоны Universal Studios. Это павильон Гарри Поттера, потом идёт Jurassic Park, а потом Челюсти. Остальные павильоны между собой смежные, потому что там тебе и LA, и без Сан-Франциско, и ещё некоторые части, и Miami Beach, и так далее. Они как-то между собой перехлёстываются, что можно не заметить, когда, в какую зону ты зашёл, наверное. Я шла за магией. Ну, кто не любит магии? Как только вы переступаете эти камни, я думаю, все заметили, откуда эти камни, ага, вы погружаетесь. Звуки, деревья, окружение, детали, машина. Экспресс в Хогвартс, Дайган Элли, и вот там вдалеке виднеется сам Хогвартс. В общем, было полное погружение. Пыталась максимально расслабиться, наслаждаться тем, что я, как маленький ребёнок, металась от одного магазина к другому. Просто впечатление на меня смотрели, в принципе, как на дебила, потому что я была единственной иностранкой европейского вида по сравнению со всеми остальными азиатами. Я ещё что-то хожу, снимаю, пищу, показываю пальцы, а муж, конечно, был в состоянии шока, ему было как бы... А там всё двигается, там какие-то происходят аттрекшены, то есть постоянное движение. Нет, это не просто ты пришёл, увидел и ушёл. Нет, там постоянно что-то происходит, реальная магия. Ты покупаешь палочку, покупаешь карту, и ты находишь ту зону, ты там колдуешь, там что-то происходит, там вода брыскает, там двери открываются, закрываются. Там периодически в определённых зонах, не только в одной, происходит мини-выступление. И пока я тут металась от одного к другому магазину, и, в общем-то, в Леандре тоже есть, кстати, свои выступления, но мы не попали. Мы попали на первое представление, это магия. Оно шло на японском и на английском пополам. Но это было классно. Там двигались камни, там зажигался огонь. И вот это состояние, что, боже мой, ты попал прям в этот мир, вау, тебя не покинет, пока ты находишься в этой зоне. Не важно, что я, наверное, минут 20 обнималась с палочкой Макгонагл, хотя я и не купила её, а так хотела, жалею. Зато, когда вы подойдёте к самому Хогвартсу, у вас будет два варианта развлечения. Пройтись по Хогвартсу, а это офигенная зона, которую вы не успеете полностью зацепить, когда вы пойдёте по другому аттракциону, а это 4D-каруселька. И вот мы в жару стоим в замечательных теплицах Гербаладжи зоны до стопашценного Хогварта, жаримся. Из меня уже выветривается замечательный Баттербир, который у вас есть в трёх вариантах возможной покупки. Самая дешёвая тут в таком пластиковом стаканчике, средняя дорогая это вот в таком пластиковом стаканчике и самая дорогая это, конечно же, в железном. Но, если вы едете туда летом, горячего Баттербира вы не получите. Я пила простой Баттербир, муж пил Айс Баттербир и это нереально вкусно. Хотя то, что я делала, тоже очень похоже. И вот уже подходя к моменту того, что вы заходите в Хогвартс, вы слышите странные вот эти звуки, вы видите то самое зеркало, которое показывает тебе желаемое. Когда вы видите какие-то такие детали, которые вы могли прочитать только в книжке или только увидеть в кино, вы просто офигеваете. Но, к сожалению, достопочтенные японцы галдели хуже местами китайцев, пока они стояли в очереди. И вот вы наконец-то заходите в зону Хогвартса и тех самых магических лестниц, где начинается интеракшн. Картины разговаривают на японском и на английском. Потом вы попадаете в замечательный офис Дамблдора. Я, к сожалению, не могла это снять, потому что нельзя было снимать. В момент, когда вы подходите непосредственно к самому аттракциону, где вас будут крутить, вертеть во всех дименшинах, как какого-нибудь подготовленного космонавта, ну или как минимум, как доктора Стрэнджа, да, вам придется снять все лишнее, потому что оно с вас просто слетит. Вас будет так мотать, вас будет обдувать, плевать. Вау. И пока вы там будете пищать, орать или пытаться колдовать, как это было со мной, когда я кричала «Экспекта патронум!» Вас фоткают. И даже после этого аттракциона мой муж улыбался. Ну, то, что в Корее нету на самом деле нормального 4D аттракциона, знаете, такой маленький квадрат, в котором тебя вертят, а тут тебя реально по определенной оси как-то, вот, понимаете, с заносом, ты чувствуешь, что ты на самом деле не в какой-то маленькой зоне вертишься, крутишься, не важно, что тебя там ветром поддувают или еще что-то, нет, ты реально крутишься по какой-то определенной оси и еще внутри этой оси вот так-сяк, вот этот, короче, во всех X и Y направлениях. Многие на самом деле, видимо, блюют, об этом даже есть предупреждение, так что поэтому лучше, прежде чем туда сесть, точно не кушать. Выходите вы, конечно же, в сувенирный магазин, кому что понравится, может купить и, конечно же, ту самую фотографию за 25 долларов. Нет, у меня денег не хватило на эту фотографию, хотя мы неплохо смотрелись. И уже выходя из этого магазина, мы попали на второе интерактивное представление, я думаю, кто смотрел мой замечательный японский влог, увидел. Я была под впечатлением, это невероятное, непередаваемое ощущение, то есть реально вы чувствуете себя ребенком, особенно если вы любите этот замечательный фандом, это потрясающе. Я хочу туда вернуться еще раз, потому что я забыла пройти про Хомбартсу. Как вы понимаете, самые близкие Universal Studios это только в Японии, соответственно, нужно будет совместить приятное с приятным. Ну а теперь поговорим о билетах. Варианты покупки билетов, наверное, нцать. Вы можете на официальном сайте купить, либо у скупщика, вам это обойдется где-то, наверное, в 100 долларов. На месте, на всю зону Universal билет вам обойдется в 72 доллара. На месте также вы можете целенаправленно взять билетик в определенную зону, которая будет гораздо дешевле. Это где-то 22 доллара, 25 доллара, 28. Все зависит от того, куда вы собрались. И смежно ли это зона с каким-то еще фильмом, либо мультфильмом. На территории UGS лучше, конечно, не кушать. Дорого. Баттербир. Почти двадцатку. Тридцатку. Дороговато стоит. За стаканчик-то содовый. Естественно, снеки с собой, напитки с собой. Но с тем, что произошло со мной, я пропустила самое главное. Это вечернее шо в Гарри Поттере. Да, там бывают представления по анимешным фэндамам. Universal Studios в Японии. Как же без Dragon Ball'а, One Piece'а, J.J.A. и Гентамы. И вот пока вы метаетесь от одного представления к другому, там могут происходить мини-парады, а то и огромные парады. Нас там прыгали водой. Когда мы осознали, что 72-долларовый билет на самом деле пропускает нас и на другие зоны, где мы могли бы покататься на других аттракционах, было уже поздно. Мы договорились с подругой и, соответственно, ее с ее маленькой девочкой встретиться в 3 часа в определенном месте. Поэтому мы пытались прорваться через всю эту толпу коляска детей, взрослых детей. Когда мы прорвались к выходу, где у нас было назначено Deja Vu, это как раз рядом с зоной помощи туристам, мне стало плохо. И я коллапснулась от огромного избытка эмоций, температурного удара и того, что я, в принципе, была голодная. Но не волнуйтесь, если с вами такое произойдет, не важно, что меня отшил замечательный дядечка и сказал, иди становись в очередь, когда меня уже вот так вот вносил, и ты там уже... Потом отключилась, я помню, что меня начали брызгать, я помню, что там периодически появляются какие-то люди, я помню, что меня посадили на замечательное кресло профессора Икс. И довезли до медпункта, так что не волнуйтесь, там есть медпункт, и вам помогут. Минус, вай-фай там ни хрена не ловит. Тоталис, ловите вай-фай, которому было оговорено в самом парке, что он есть, а его там нет. Ну что же, мои дорогие, теперь вы знаете, что за Universal Studio в Японии, сколько стоят билетики. Ставим пальчики вверх, если вы понимаете, что это обалденно. Подписываемся на мой канал, оставляем мне комментарии, и до новых приключений на наши пятые точки. Пока-пока. Не, ну как бы я действительно потеряла хоть времени, и это было нереально, ребята. Хотя косплееры из анимешной зоны хреновые. Мы и то лучше делаем.